ребятушки всем привет скоро новый год у нас только снега навалило сегодня гирюксик проходили сейчас чистили и сейчас будет новое деревне в обзоре угадайте какая съездил я в орловку сейчас возвращаясь с орловки какая-то остановочка времен еще ссср поворот направо я на уазике машина зверь везем сюда диван так тут дорога идет а нам надо наверно скорее всего на ту дорогу зато побольше вам покажем природу закат почти вечер сибири темнеет сами знаете так вот дорога с орловки дорога отлично всегда шебеночка и мы сейчас подравнялись кочки вообще класс так а мы здесь очень красивая деревня красивое место я посмотрим так в этой деревне ни разу не был честно говоря наверное не был еще старом майзасе а так везде был вот все нет времени даже хочется это просто ведь летом на мотоцикле прокатиться как по каким-то деревням где не было еще и очень интересно посмотреть как природа так как везем диван ну получается вот центральная 15 с ловер черкина как вы увидели так вот видимо здесь был домик осталось оно дерево многие на видео говорят езжай потихоньку успеваем посмотреть там проскочил дом там проскочил ну как могу друзья потому что надо еще возвратиться каштовку там еще есть дела за два часа там надо еще успеть поработать какой домик такой домик еще и джип стоит вот видимо из города приехал не знаю пишите комментарии горская 4 джип стоит митсубиши л-200 прицеп то ли они туда свернул не по той дороге но ничего будем вместе с вами ехать изучать природу можно немножко времени это деревне посадить лучшая передок будет надежно у вас их машина зверь дорога пока идет непонятно куда мы будем ехать если то развернемся зато вам покажу природу такое все травой заросло свежочек красивый дорогу все таки там правильно сначала свернул надо было здесь ехать вот она большая дорога но ничего страшного уазику не страшны никакие сибирские дороги а на уазике я обожаю иногда поработать по деревням поездить это намного интереснее чем там сидеть в каком-то городе в каком-то офисе тут природа особенно когда выйдешь с машины с людьми пообщаясь вот кстати речка смотрите подышишь свежим воздухом послушаешь в лаяне собак куда дорога еще идет напишите в комментариях что это за дорога куда эта дорога причем поднятая трасса такая метр на два высоты поднятая охотничьего хозяйства охота запрещена какая-то охота запрещена надо читать ну вот дома начинаются какие-то нам надо центральный 15 может быть туда надо поедать может быть сюда ну проедем пока здесь а вон уже кстати есть указатель вот она речная улица вот такой кирпичный дом люди здесь живут, здесь живут, здесь живут там какое-то здание видимо раньше было что-то видите, сейчас я его увеличу что за здание пишите с елками, с березками большое так, вот рабочий видимо колодец с бочкой то что след виден так, вот дома тоже жилой дом там тоже жилой дом снег почищен такой крестовый мощный дом седьмой номер ой зелененький домик интересный там дом впереди пустой тут пустой там дальше еще пустой вот приезжайте, живите пожалуйста молодежь городская как всегда я говорю развивайте фермерство фермерство очень активно развито я вчера читал газету правда с севера с интересом большим можно сказать впервые в жизни потому что очень высокие показатели наши делают фермеры это Орлов Коморозов это Гумиров Усманко это Малкосноярский новый руководитель вот СПК кооператив тоже там вот колхозов теперь нет, совхозов нет потом дальше Заливино новый Майзас и так далее но есть радость, что фермерство развивается, поднимается очень много зерна нынче убрали они ну конечно еще погода повезла но ничего страшного какой год везет, какой год не везет сельский клуб Верчокинский закрыты все окна выбиты разбито так дальше дом тоже пустой елочки красивые погода конечно обалдет тишина, стрижок, чукотины так вот улица оттуда ведет вот дома даже фаб есть удивительно такое деревня Пельсишка, Крушевский пункт Верчокинский что с края района так вот домик это Apple телефон iPhone 11 с тремя камерами так вот видимо тут магазин раньше так вот улица домик такой идет это КТП стоит перерабатывает ток с 10 тысяч вольт на 220 раздает по деревне разбирает потому что отец электрика был 15 лет подъедем дальше добавим газку в Мирчокино по-моему активно собирали в докластиках денежные средства от людей по-моему даже я помогал пишите кто помогал в комментариях очень интересно и что стало судьба какая в кладбище даже я не знаю то ли собрали то ли собрали что то все притихло так вот большой дом никто не живет этот дом уже все совсем кирдык распиливают когда-то здесь копила жизнь дорога видите я еду вообще в целик прошло два человека видимо два следа за день на машине никто ни на тракторе не проехал кто-то еще и купил диван посмотрим кто сначала снимем видео оценим обстановку где тут дороги вообще выезд так вот еще одна водокачка не рабочий походу вот домик тоже пустой аккуратно заходи живи а вон кладбище кстати о котором говорил не знаю что тут сделали забор вроде бы новый да вот смотрите сами близко не буду подъезжать потому что еще надо успеть и видео вам снять и в каштовке поработать кто будет на троице снимите посмотрим очень интересно какая память предкам кстати обращаю внимание глав администрации очень мало неудобно ездить по деревням очень мало улиц указано название что здесь что в орловке сейчас был номера дома вот еще более-менее где то есть а вот улица вообще очень сложно приходится заезжать каким-то людям спрашивать вот дом какой хороший был мощный и бревна толстый все развал посмотрим этот дом как валяется так этот дом тут пожар был видимо что-то сгорело так этот дом тоже не жилой последний дом или первый дом не знаю как пишите в комментариях я не был никогда и не жил и не приезжал в гости верчокина поэтому не знаю вот включаем первую скорость разворачиваемся и и уже будем искать наших хозяев дивана я думаю деревне меньше оказывается так длинненько деревне вон сколько уже 10 минут снимаю видео заметьте на машине еду а с ним пешком это минут 20-25 по всей деревне пройти она здесь кипела видимо жизнь так добавим скоростки идем на третью дрова вот лежат непонятно видите указатели нету 32 написано вроде бы ну не понять то ли это 32 то ли это 12 еще какая старая цифра не четко должны главу обеспечивать людей чтобы все было единообразно одинаковые указатели домов улиц хотя бы там на улице два указателя названия улиц кто глава ответственная посмотрите это видео посмотрите видео примите решение пожалуйста деньги выделяется сейчас на все Россия далеко не бедная страна не Африка и не Индия где живут там миллиарды населения в нищете непонятно не понятно как живут не живут а может недавно недавно уехали еще здесь я не был но это стоит стоит сюда ехать или нет непонятно кто-то есть там кто живет но ничего проедет кто-то на санках тут ехал смотрите какой-то трактор проехал надо видать с утра еще сейчас уже все замело а вон там еще кладбище впереди наверное старые непонятненько да ну там вот дорога идет тем домам по-моему круг 1 только с передком уазик идет уже пробуксовка идет без передка вот оно старое кладбище какие кресты интересные вон там стоят смотрите необычные сейчас на графе впервые вижу видите какие кресты раз два три четыре пять вот только пять вижу шесть вон вижу какие-то интересные напишите что это такое вредочек вот уазика набуксует рвет из-под себя мощный мотор сейчас инжектор но его хорошие стали ставить слава богу экономичные дерзкие что-то дрова привез наверное долготьем так тут дорожка похода я думаю что не яма здесь не провалюсь ничего страшного сейчас беларусь вытащить какой-нибудь сводим пешком как обычно так ну походу это улица вот эта а там надо на ту сейчас еще кружочек дадим вот наш лед уже мы приезжали с вами та скорее всего будет центральная хорошо у айфона смартфона стабилизация есть поэтому я это меня и трясет изображение у вас не очень трясется так вот номер 7 дом видите вот сейчас просим здрасте здравствуйте как вы тут живете помаленько а с магазинами сейчас привез диван центральная 15 а где это скажите направо да а это я круг дал возле таксофона возле таксофона прямо тут а уже таксофона это прям этот будет дом да а ну ладно как вы вообще живете расскажите я так немножко снимаю видео для вот кто у вас здесь раньше жил кому-то может привет передаете давайте я остановлюсь хоть маленько поговорю с вами выйду о корреспондентом не я начальник магазина мич просто люди просят меня в деревне и бываю сними видео мы тут 50 лет не были в деревне охота посмотреть кладбище ваше снял показал там вот новое кладбище да у вас нынче огородили нынче я даже помню что я даже скидывался помогал даже и люди помогали скидывались правильно жигулы собирался да все правильно и в гавриловке он собрал живем нормально свет есть вода есть ну дорогу чистят собаки есть дорогу нам чистят посмотришь вечерами не скучно вообще у вас что тут нету тишина тишина общаемся общайтесь карты ходите играть я бы с вами поиграл честно говоря правда охота в деревне я сам деревенский Сергеевский поэтому я очень люблю я сам вчера был на родине в Сергеевке к отцу быстрее на озере постоял подышал как там собаки лают вот я бываю в Сочи например у меня в Сочи там есть жилье но там собаки лают оглушают вот вечером спать невозможно а в Сергеевке на родине одна собачка две собачки тишина тишина и тянет на родину конечно воздух свой где-то свиным говном пахнет правильно а там не пахнет такого там нету ну да вот собака ну так а скажите вас как зовут Галина а фамилия ну а зачем ну просто посмотрит люди Карманова Карманова А Ваша? Заездков А имя? Владимир Александрович А Ваша? Карманов Николай Александрович этого мы с женой да? да муж и жена одна сатана сосед? родственник а у нас тут все родственники все родные а это я везу кому диван как у них фамилия? Заездкова Заездкова понял Галина Викторовна ну пойду поможешь диван да я сейчас ему говорю обмывать будешь еще сон да сын есть поможет да? они знают да? она уже тебя карауливает она уже покаживала поглядно я в Орловку сейчас диван увез и к вам тогда повернулся ну все тогда ладно поеду можете кому-то привет городским придать они вас увидят может дети внуки есть много есть ну скажите кому-нибудь на Сибирь скажите привет они увидят сто процентов ну кому сказать привет у нас там два дочь есть? у нас дочь и два сына и внуки поцелуй у Натальи Николаевны ну зачем ты? да пускай нормально нормально не надо нормально ну ладно в этот раз приеду будете более откровенны зачем это сейчас все в интернет выложить? давайте смотрите ничего народ такой у нас маленько в следующий раз приеду дай бог уже или кто-нибудь приедет снимать будете видео они уже сейчас от детей увидят приветы и скажут не стесняйтесь говорите так ладно едем до айфона номер одиннадцать с тремя камерами так включаем вторую скорость ну видите какое хорошее видео получилось как вы и просили общение с людьми должно быть смог разговаривать хотя бы вот трех человек хоть немножко так что люди не стесняйтесь давайте мне интервью потому что вашим детям вашим внукам это не мне надо не путину не милиции не прокурора это просто охота посмотреть вашим родственникам детям как вы живете что вы скажете какой привет какое у вас настроение как вы выглядите в данный момент здорова ли вы вот так вот сюда нам получается на диван вот все понятно так видео выключать не буду буду снимать сейчас я шапку одену так вот здрасьте здрасьте это вам диван же да ну а а вы что один приехали а я один ну а что позовите агал да видео чтобы люди просят покажи Вот, видите, хорошая женщина Общительная Ладно Вот у вас, видите, какая система Жестокая Вы пока смотрите на дома свои Я буду тут открывать Вот такой диван привез Красивенький, свеженький 15 тысяч всего, недорогой, хороший Для рекламы сразу немножко вам скажу Вот смотрите, все материалы, все свежие Все качественно Ага, да, он не тяжелый Вот все запаковано Такой материал Это, кстати, материал антикокоть Он даже не боится, что кошка будет царапать Он крепкий, да Самое главное Ворловку увез Здрасте, вас тоже немножко в кадр можно? Ворловку? Ворловку увез, да вас Сейчас тех маленько поснимал Ваших соседей Говорю, что, не скучно вам? В карты, говорит, играем, ходим друг к другу Ну, они вон там живут, у них последний дом Ну, это можете вытаскивать Не тяжелые Сейчас вытащим Ну Вас как зовут? Галина Галина, оо Есть кому привет передать? Деревьям, это, городским, какие-то соседние деревни, может Есть кому? Ну, в городе только у меня дочь живет Дочь? Ну, передай, как ее зовут? Татьяна Николаевна Татьяна, вот тут ваша мама передает привет вам воочию, посмотрите видео в одноклассниках А это молодой человек кто? Это сын мой Это сын, это ее брат получается, да, родной? Да, брат А его как зовут? Александр Александр, а он не работает здесь? Нет Работа негде, да? Нет Ну, а может быть занялся каким-то фермерством, сейчас фермерство развивается Сейчас очень активно правительство Новосибирской области, Путин, помогают Вот с этого года очень активно помогают Ну, вот ничего у нас тут нету Ну, вы подумайте, поизучайте Зайдите к начальнику управления хозяйства Черникова, он расскажет, покажет Сейчас можешь этим заниматься? У него же сил есть, он здоровый уже, я вижу, да, человек? Еще физически крепкий Вот А у вас айфон, айфон у вас даже есть, да, смотрите? Таксофон, он работает? Да, работает Ничего себе, ну-ка, послушаю, пишет, нет? О, Россвязь О, правда пищит, сейчас вам дам послушать даже Пищит? Не знаю, где микрофон, что-то Вот здесь, наверное Так что вот, смотрите Можно позвонить еще, 1-1-2 Вот еще Видите? Вот, можно как позвонить, все написано Вот службы бесплатные 0-1, пожарка 0-2, полиция 0-3, помощь, скорая 0-4, воина, газовая 1-1-2, вот экстренная оперативная служба Это всех заменяет службу А вот у УАЗик наш дверь На котором я приехал Сейчас народ уже разгружает сами Ага, пойдем Сейчас я помогу Сейчас я помогу Маленько вас сниму Ну ладно Ладно, помашите всем пока А мы это Ребятушки, ну все Увез вот они крайние дома Опять через мостик еду Короче, здесь оказывается одна дорога Все, я разузнал, теперь буду знать Сейчас, короче, покажу вам еще выезд в деревне И там речку этой с мостом красивым Мне самому очень нравится она Немножко ноги замерзли Но ничего страшного Мы сибиряки привычные Так, ну вот здесь дорога, да? Терси дома А можно вот здесь поехать? Давайте здесь прокачиваться Тут мы не ехали Посмотрите здесь, помните Так что люди живут позитивно Весело И не унывают Играют в карты Сейчас есть и телевизоры Есть цифровой телевизор Есть тарелки спутниковые Вот Поэтому сериалы есть Есть что посмотреть Я как бы телевизор не смотрю Стараюсь Поэтому, ну и особо некогда Либо на работе всегда Вот месяца два-три поработаем Попутешествуем, сами знаете Вот, отдохнуть Просто разгрузить маленько сердце Мозги Потому что торговля и милиция Долосовые знать Поэтому И так все просто Со здоровьем тоже Есть проблемы Да и возраст уже еще 42 года все-таки Это не 23, не 30 Поэтому Путешествия, конечно, дают Немного расслабиться Отдохнуть Тоже выезжайте, отдыхайте Как я всегда говорю, что недорого Вот, 35 тысяч мы съездили получается В Индию на 10 дней Перелет туда-обратно Проживание в отеле Завтраки Вот, на одного человека 35 тысяч всего Любой человек может позволить Накопить за год И съездить раз в год Или раз хотя бы в жизни Нечего бояться Там легко и просто Паспорта сейчас оформляется В кэштовке можно оформить Прям в МФЦ Подаешь заявление Платят госпошлину Там 1004, по-моему И все Так, знак Уступите дорогу То есть надо остановиться Если машина идет слева Или справа Ну, машина нет Дальше съедем дальше Свет у нас включенный Так Улучшаем третий Увазик пошел Дороги улучшаются Спасибо еще раз Скажу главе района Заботятся Сейчас до Заливина Короче Он отстоял дорогу Осталось до Заливина Сделать километров Получается От кэштовки до Заливина 20 километров Сделали щебенышей дороги За два года Это круто Жалко, что не сделали Пресс-СССР Может быть народ бы не уезжал Потому что мучения были Сами, знаете, жестокие Так, вот она Река Чока Очень красивая Мы тут рыбачим иногда Ну, в других местах Чока она длинная Щуп ловим Вот, красота какая Смотрите Вот какая красота Какая красота Немножко остановлюсь Дорога здесь широкая Никому не помешает Покажу вам Даже машину заглушу Так Забывай сюда Так Вот такой вазик-зверь у нас Молодец Спасает нас Так, ну вот покажу вам А, вот проталины Видите, вот Пападищуки стоят Подивидные Вот такой новый мост Классный Ну и красота Просто помолчу сейчас Послушайте Пападищики стоят Вот гордость Вот г faster Субжа Так как Здесь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok